В Саратове изобрели полезный консервант. Мясо, молочные продукты, салаты с помощью новинки могут храниться в 40 раз дольше. При этом добавка безвредна для здоровья. Подробности изобретения узнаем у Ксении Перекосовой, она в нашей студии. Ксюш, какой-то странный у тебя набор. Картошка с кефиром. Готовишься к концу света? Ну, в этом поможет разве что картофель. Вот йогурт явно не протянет до 21-го. Это продукты, обработанные новым консервантом. Вот этот живой йогурт сегодня приготовил изобретатель консерванта Дмитрий Заярский. Мы решили провести собственное расследование. Он уверяет, что натуральный продукт в течение 7 суток будет храниться без холодильника. Салаты будут съедобными в течение 15 суток. А картофель не будет портиться в течение всей зимы, даже в теплом помещении. За счет чего продлевается срок хранения продукта? Из чего состоит консервант? Ну, в составе нескольких компонентов. Если большинство из них специалистам известно, то главный автор хранит в секрете, как коммерческую тайну. Ну, а как работает вещество? Давай спросим у самого автора. Он сейчас в нашей студии на Московской. Дмитрий Заярский, ведущий инженер Института наностроения и биосистем Саратовского университета. Значит, его уникальность состоит в том, что в отличие от стандартных применяемых консервантов, он влияет напрямую на микроорганизмы, а не на среду, в которой они развиваются. То есть он не смещает кислотность, он не вносит каких-то антибиотиков в состав, то есть не делает продукт, не меняет его вкусовые характеристики, не делает его более вредным или опасным для потребителей. Скорее наоборот. Дмитрий, то есть консерванты могут быть даже полезными? Да, получается так. Полимер обладает такой особенностью, что попадая в лодочный кишечный тракт, он также работает, препятствуя развитию дисбактериозов. Не было выявлено ни аллергических реакций, ни каких-то действий на хромосомный набор человека. То есть препарат абсолютно безвреден. Кстати, Дмитрий мне рассказал, что уже через неделю будет получена государственная регистрация на производство консерванта, а с января его уже начнут использовать в пищевой промышленности. Изобретением уже заинтересовались 30 крупных российских компаний. Ну, а результаты своего исследования мы подведем через 7 дней, встретимся с Дмитрием и проверим, будет ли съедобным йогурт. Спасибо. У нас в гостях были ведущий инженер Института наностроения и биосистем Дмитрий Заярский и журналист Ксения Перекосова. Мы обсуждали новый консервант, который изобрели в Саратове. Продолжение следует...